МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Среди героев нашего проекта «Отчий дом» немало таких, которые затрудняются назвать свою малую родину. Ну, в самом деле. Родился человек в одном населенном пункте, провел детство в другом, учился в третьем и проработал всю свою жизнь в четвертом. И везде друзья-товарищи, теплые воспоминания и яркие события в жизни. Трудный выбор. Нечто подобное произошло и с нашим сегодняшним героем. Он большую часть жизни провел за тысячи километров от места своего рождения. Да и детство, и юность он вместе с семьей своего отца-офицера помотался по гарнизонам огромной страны. Сам он капитан речного флота, десятки лет проплавал по сибирским рекам. Что же касается благотворительности, то он никогда не стоял перед сложным выбором. У него всегда все было просто. Где он требовался, там и оказывал помощь. Думаю, что у нашего героя особое чувство родины и ответственности перед людьми. Как у любого капитана, который несет ответственность за жизнь и безопасность пассажиров на своем корабле. Поэтому и благотворительность наш герой воспринимает как свою личную территорию. Акваторию капитана. Михаил Малюшин, меценат и преподаватель Якутского института водного транспорта, принимает государственный экзамен у выпускников. В этих стенах готовят будущих капитанов речного флота. Это кузница кадров уникального региона с точки зрения протяженности водных транспортных коридоров. В республике Саха, Якутия, больше 20 тысяч километров водных путей. Михаил Малюшин – один из тех, кто стоял у истоков развития речного транспорта. Кроме того, его имя прочно связывают с благотворительностью в этих краях. Я вижу вдохновение людей, которые приходят и помогают, потому что одно дело выделить деньги, а другое дело приобщаются. И когда ты вот это видишь, то на душе становится хорошо. Выпускник Якутского речного училища 1969 года начинал карьеру в должности диспетера. Спустя 10 лет Михаил Малюшин – руководитель в Нюрбинском речном порту. На стыке нулевых порт оставался тихой гаванью. Рабочие получали зарплату без задержек, а предприятие Малюшина стало одной из опор в экономике региона. Судоходная компания не только внедряла лучшие промышленные практики, занималась реализацией социальных программ. По частной инициативе Михаила Малюшина Нюрбинский порт помогал детскому дому. Сирот взяли под опеку местные речники. Мы были подшефными детского дома, Нюрбинского детского дома. Ну и потом я для себя поставил задачу, что детдомовцев принимать на работу с 14 лет на летний период. Поначалу они красили заборы, красили флот у нас. Повзрослевшие мы их уже определяли шкиперами, барж. Но работали они в основном у нас еще и мотористами, рулевыми мотористами. Были закреплены за капитанами, за механиками. И таким образом за весь период у меня было где-то около 40 детдомовцев. По заветам Макаренко и Пестолоцы с малых лет дети обучались ремеслу. Тех, кто отставал от школьной программы, подтягивали в вечерней школе. Вот на этих редких архивных кадрах еще вчерашние подростки рассуждают о выборе профессии. У меня как это по родственному, по поколению передается. У меня и братья закончили это училище, у меня и дядя, два дяди закончили это училище. Слали капитанами. Повзрослевшие у нас, конечно, хорошие. Они стараются курсантам дать всю информацию, даже больше. А на этой черно-белой пленке легендарный капитан флотилии Ленского бассейна Наум Самойлович Горовацкий. Зрителей документальной картины покорила своей красотой полноводная Лена. Приветливо встречает пассажиров новый речной вокзал Осетрово. Комфортабельные суда водят бывалые капитаны. За спиной Тикси. Николай Васильевич Варенцов ведет караван Клени. Михаил Малюшин, пересматривая эти кадры, замечает, в речном флоте люди с открытым сердцем. Неудивительно, что личная благотворительная программа мецената получила большой отклик в Якутии. Я хозяйственник. Дело в том, что я долгое время проработал, с 23 лет я проработал, в принципе, руководителем предприятия. Да, там начальник пристани, потом рост всякий разный. Вот. И если я куда-то захожу, и я вижу какой-то недостаток, и я знаю, что я этим могу помочь, я сам предлагаю. Всегда хочется помочь, когда ты видишь, где-то какие-то недостатки, или при распределении денег у них не хватает. Вот. И тогда подключался я. Это были детские дома, это были школы, вот, это были музеи. Они обращались с просьбами, и мы всегда помогали им. Для меня Якутия, родное дом, я только в Нюрбе проработал, где-то свыше 40 лет. Мецената Михаила Малюшина хорошо знают не только в Якутии, но и в родной для него Башкирии, где Михаил Васильевич провел детство до переезда семьи на Дальний Восток к месту службы отца. В Крамаскалинском районе Башкортостана Малюшин взял под опеку целое село. Вот оно, Подлубово. Оно знаменито на весь регион благодаря Голубому озеру. Это небольшой, но очень глубокий водоем с необычным лазурным оттенком воды. К слову, это любимое место у уфимских молодоженов во время свадебной фотосессии. Вокруг скалистые берега и пышные леса. Бывая здесь, Михаил Малюшин говорит о теплых воспоминаниях из детства. После Тикси, где тундра, и когда я приезжал в Башкирию, я видел елки, деревья, тополя, березы. И для меня просто задушу вот эту вот зелень хватало. Первым делом около 20 лет назад благотворитель подарил вторую жизнь очень старому зданию сельской школы. На это ушли несколько миллионов рублей. В нашей школе сохранилась книга приказов. Самая первая запись датируется 1946 годом. Запись номер 21, зачисление в первый класс. Далее мы вот здесь видим запись номер 42, когда Михаил Васильевич уезжает в Якутскую АССР. Подлубовская школа – памятник истории. Она построена помещиком Кулгушевым. Краеведы вспоминают, каменщики работали по специальному авторскому проекту. Строили на века. Свои двери подлубовский храм науки распахнул в 1865 году. На первом этаже располагались учебные классы. На втором жили учителя. В годы Великой Отечественной войны учебный процесс не прекращался. Почти уже 165 лет в этом здании обучают детей. И вот эта уже многовековая традиция, она продолжается. Здесь само здание, история пропитана учением великими, знаменитыми людьми. В 1965 году школа отмечала 100-летний юбилей. Поздравительные телеграммы, они хранятся в музее, направил легендарный летчик-истребитель, герой Советского Союза Алексей Моресьев, автор Василия Теркина, Александр Твардовский. Дело в том, что среди подлубовских учителей были фронтовики, а в числе уроженцев села – герои войны. Один из них, Иван Александрович Полунин, отличился в боях под Кёнигсбергом, руководил операцией и в ходе штыкового сражения взял в плен целую роту солдат, а вместе с ними и вражеских офицеров. Имя Ивана Полунина носит школьный музей. Валентина Ростовцева долгие годы работала над созданием музея. Она – преподаватель с многолетним стажем. В школе сделано очень многое. Это очень большой объем. Делали не сразу, все делали постепенно. Это начинается с 2007 года. Наверное, не надо считать в рублях. Это порыв человека, который от души старается помочь нашему селу, району, республике. То есть человек очень большой души. Здание преображалось на ее глазах. На средства мецената отремонтировали все кабинеты, столовую, закупили новое оборудование. Библиотеки полностью обновили книжный фонд. В Подлубовской школе учатся 140 детей, в том числе и из окрестных деревень. Уровень образования не уступает столичным лицеям. Это подтверждают выпускники, студенты вузов. А молодые учителя, получившие высшее образование, возвращаются в родной дом. За последние годы из Уфы на малую родину, в Подлубово, переехали три педагога без распределения по своей воле. Классы оснастили техникой, выполнили капитальный ремонт учительской, поставили новую мебель. В таких условиях, говорят педагоги, они теперь и сами могут взять музыкальную паузу. Обновление сельского дома культуры тоже заслуга Михаила Малюшина. В зрительном зале новые кресла. На сцене новый занавес. Здесь же и небольшой спортзал с тренажерами. Это очень необычно. И все приезжающие к нам в гости всегда удивляются, что у нас есть такие условия. И это очень нравится детям. Все наши условия, которые здесь есть, конечно, они объединяют. К нам даже в спортзал приходят люди с ограниченными возможностями. Им тоже это нравится. Клуб для подлубовцев и гостей не только театр и спорт, еще и литература. Новая библиотека появилась отнюдь не случайно. По примеру известных российских меценатов Михаил Малюшин занялся книгоизданием. Благодаря его финансовой помощи в свет вышли краеведческие работы об учителях, фронтовиках, ветеранах, родившихся на этой земле. История села Подлубово. Это ветераны войны, это ветераны тыла, это про школу, первые директора школы, учителя, ученики. Потом вышла моя книга еще «Школьные ангелы». Одну из последних таких книг назвали деревенька «Моя колхозница». В ней документальные свидетельства тружеников села. Детали краеведы восстанавливали по крупицам. Встречались с аксакалами, старожилами, запрашивали информацию в госархиве. Ради того, чтобы передать потомкам историческое наследие. Там, где есть поддержка меценатов, есть софинансирование и администрации. Вместе проблемы решаются легче. Благотворительность в этом селе стоит на крепком фундаменте. Взять хотя бы местную церковь – это новое здание. Исторический храм в 1939 году на фоне борьбы с религией сравняли с землей. Селянин Александр Мочалкин решил поставить на прежнем месте новую церквушку. Идею горячо поддержала супруга. Появилось, наверное, по воле Божьей место пустовало. Построили сельсовет. Так случилось, что мой муж подумал и сказал, «Я буду строить церковь, где молились наши деды». Ну, потом пошла вот эта вся история. Сначала он нашел знакомых, которые по России строили вот такие вот храмы. Как говорят в Подлубово, село живет, развивается, становится одной большой семьей. Где любое дело по плечу, а счастье – общее. Источник которого – любовь и уважение к своей малой родине. Михаилу Малюшину – 75. И он продолжает оставаться у штурвала благотворительной помощи в двух регионах.